На улице Крылова, в том самом месте, где должен быть сквер с логичным названием на Крылова, вдоль Дрены сейчас вместо почти половины гаражей, остались только кучи мусора. Парк должен быть достроен в этом году. Это сквер с велодорожками. Он идет от спортивного парка Ивана Ирыгина и упирается в 16-этажный дом. Отметка 16 этажей дом на перекрестке улиц Некрасова-Крылова сегодня самый высокий, один из самых современных в Абакане. И вместо советских железных гаражей жильцам этого дома строят подземную парковку прямо во дворе, как в крупных городах. Правда, парковка эта не очень большая. Это подземная автостоянка на 28 парковочных мест. Вот сейчас в данном этапе подготовили к полам, к заливке полов. Ну и ригеля вот поверху, как видите, прокидываем, армируем. Здесь будет мощное перекрытие, так как будет располагаться еще сверху парковка. Парковочные места с тех сторон, получается. Вот здесь широко так, как чтобы машины выезжали, проезжали, не мешали друг другу. И здесь, получается, вот между этих двух колонн два парковочных места. Но этот котлован еще будет копаться в ту сторону дальше. Когда уберут кран, он еще будет дальше туда, в ту сторону. Когда дом будет достроен, парковки появятся во дворе и вдоль дома со стороны улицы. По расчетам архитекторов, места должно хватить и с учетом нового парка получится красиво. О том, что красота требует жертв, первыми узнали владельцы гаражей. Они убирают контейнеры. Это обязала сделать мэрия. К слову, владельцы хитрят. Они переносят контейнеры с места на место, например, на другой берег Дрены. Рано или поздно гаражи уберут и там. Это тоже незаконно. Администрация предлагает в разных районах шесть специальных площадок, куда можно перевезти гараж. Выбирать можно было год. Тогда мэрия уведомила о переносе. Архитекторы пытаются отучить жильцов от советской привычки не то, что ставить машину, а хранить хлам прямо под окном. Гражданам города следует понимать, что в условиях развивающегося и застраиваемого города поставить свой металлический объект именно там, где это удобно, а именно зачастую, конечно же, это удобно рядом с места жительства, действительно такой возможности нет. Отношение к размещению этих металлических гаражей должно быть, конечно же, цивилизованным. Поэтому не должно нарушать, во-первых, и какую-то архитектурно-пространственную выразительность города. Сегодня на месте будущего сквера на Крылово осталось порядка 250 контейнеров. Администрация будет ждать с середины апреля, затем начнет вывозить сама и выставлять счета владельца. Такой опыт в Абакане уже есть. В прошлом году в городе убрали больше 300 металлических гаражей. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Антон Новожилов. Вести Хакасия.